Диалектика Но поставил на синицу и, конечно, проиграл. Не спеши, а то успеешь, не ходи, а то дойдешь. Не поши, а то посеешь и не сей, а то пожнешь. Я искал метаморфозы, оставаясь в дураках. Розы, грозы и морозы растворял я в облаках. И опять на нечет красный ставил я судьбе на зло. Я желал удачи страстно, но опять не повезло. Не гляди, а то увидишь, не проси, а то дождут. Не стремись, а то осилишь, не зови, а то придут. Не спеши, а то успеешь, не ходи, а то дойдешь. Не поши, а то посеешь и не сей, а то пожнешь. Не поши, а то посеешь и не сей, а то пожнешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, алло, доброе утро. Вы меня слышите, Виктор Сергеевич? Виктор Сергеевич! Не хотела вас беспокоить. Ваша принцесса опять вляпалась. Она губернатора наступила на этот, как его, на имидж? А, рвет когти в соседний штат. Я? Я сижу на хвосте. Гонится? Ой, некое слово. Четыре амбала в одной тачке, один страшнее другого. Гарантий? Ой, никаких гарантий. Стоп, 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 стоп. Раньше надо было орать, да? Когда девочка только уа сказала. А теперь ведь она и ответить может. У нее свобода слова летит. Впереди все мысли. Ой, где она? А? Куда? Уа-а-а! А вот, куда приедете, Виктор Сергеевич? Надо добавить. Эй, 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 эй! Эй, эй, эй! Стой, стой! Куда нельзя, куда нельзя, туда! Там, стой, стой! Ты что, пацан, обкурился, что ли, а? Сам ты пацан. Да, действительно, не пацан. Ты мне лифчик ворвала, а я на практике. Ну, хочешь, я починю. А ты что, на дамский портной, что ли? Я вообще-то метеоролог, но... Ну, тогда, может, с меня слезешь, метеоролог, но... Запросто. Ой, тихо, лежи. Дальше мы так... Обомай меня быстро, прежнись. Ой, извините, запросто не получит. Давайте в следующий раз. Э, 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 стойте, стойте! Куда вы? Там резонатор, стойте! Вы сами разобьете! Стойте! 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 Куда же вас понесло-то? Я же говорил, там река. Эй, 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 метеоролог, но за тобой должок. Оставьте размер, я вам новый выпилю. Ага, как-нибудь в следующий раз. Чао! Фик у меня, кажется, будет. В следующий раз. Эй, эй! Стойте! Ну, хоть вы-то остановитесь! Стойте, я вам говорю! Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста! Здравствуй, тут такое дело. Тут я, а тут она на мотоцикле. А потом она на меня, и тут лифчик. Плохо слышу. Я говорю, лифчик, в руках. Ничего не слышу. А тут они появились и в речку. Мадам, скажите, у вас, у вас есть связь? А какая именно связь вас интересует? Да меня, собственно говоря, любая. Мобильная, там, сотовая, спутниковая. Это вот оброновал. Нет, нет, извините, вы знаете, я в этом ничего не понимаю. Возьмите, возьмите. Пожалуйста, давайте, пожалуйста, вы будете звонить, вызывать. Вот смотрите. А я попробую спуститься, как-нибудь помочь им отловить тела. Ну, я не знаю, что-нибудь сделать, потому что, понимаете, здесь не все так просто. Хорошо идут мерзавцы. Да, очень хорошо. Как на нерест. Это вот наша речка, она называется, она называется Малая Уя, она дальше впадает в Большую Ую, а там дальше еще гидроэлектростанция. Так вот, если этих людей не выловить, то они могут попасть в лопасти турбина, потом сами понимаете, что может быть с ними. И дадут дополнительных три киловатт часа электроэнергии для РАО ЕС России. И это очень энергичные мальчики. Это вот, это вот, резонатор тонкой космической энергии. И если бы они его сломали, то человечество могло бы... А вот если вы себе шею сломаете, что человечеству передать? Типа того? Ну, ну передайте, что в моей смерти. Прошу типа того, винить мою жизнь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, мамани! Здравствуй, красавица! Как жизнь молодая? Ваши молитвами! По чём яблочке? Опа! Уё, ядро. Одна. Одна чё? Одна. Уё, ядро. Ха-ха. Ну, а со стольника, значит, найдётся? Легко. Только евреми. Евреми, так евреми. Раз, раз, раз. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами я, Виктория Мусатова! Мы ведём свой репортаж из старинного русского города Уйска. Уйск полностью готов к уступлению в Евросоюз. Ту! Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ой, впечатление два. Мы видим коренного жителя города Уйска. Скажите, пожалуйста. How do you do? Не дует. Ну что же от меня убегаете? Мужчина. Ой, все мужчины в городе очень пугливые. И не лезут сразу целоваться. А это страшно эротично. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Оу! Тортила! Ой. Ну, а теперь третье впечатление. Самое главное. Город Уйск. Тихий, спокойный. Гражданин Анеска, эй! Я в милицию пойду, в отделение! Давай, давай. Давай. Беги быстро только, кабинет 13, Николай Иванович. Я записку дам, чтобы он тебя без очереди принял. А под окнами больше не кукарекай. Да вы... Идей вважение, когда стану, вы поддан мой! Да это оккупация какая-то! А кто Бессарабию первый хапнул? Да где Бессарабия, а где Уйск? Руки у захватчиков длинные! Да не захватывал я вашу Бессарабию. Это в самом деле, граждане Анески. Имеете же вы совесть, в конце концов. Я, Саша, живу в свободной стране. Хочу, имею совесть, хочу, не имею. Хочу, нет, да. Моя совесть, понимаешь? Моя совесть. Иди, иди отсюда. Понимаешь? Иди отсюда, а? И ты иди отсюда. Иди отсюда, сказала! Я сказал! Третий месяц пошел, как вы, денег за квартиру, ни копейки. А у меня, между прочим, из-за вас эксперимент с тонкими космическими энергиями остановился. И если я до Нового года не успею нащупать канал воздействия эмоций на атмосферу, то человечество вам этого не простит. Человечество простит. И не такое прощало. А куда им одеваться, человечество, да денег нет? Нет, нет денег. А как работать? Отдыхай. А жить как? Молча. Чего? Жить, говорю, как? Как, а? Жить. А это ты у них спроси. У кого? У нашего правительства спроси. Спроси, спроси, она тебе ответит. Во. Так, во-первых, не ваше правительство, а мое правительство. Нечего на чужих бочке катить. А во-вторых, я квартиру сдавал не правительству, а лично вам. А это, между прочим, вот смотрите, это наследство моей бабушки. Памятник почти деревянного зодчества. Коперативная квартира без газа, света и сортира, слышь? Скажи мне честно, какое долбанное правительство сняло бы у тебя этот долбанный памятник? Правительство, может быть, и не сняло бы, а вот вы и сняли, а я идиот сдал. А вы мало того, что денег не платите, еще сюда полный табор кого-то напустили. Это не табор, это диск на музыкальном центре крутится, ротару поет. Врубаешься? Тогда извольте расплатиться хотя бы за один месяц. Сколько же это будет продолжаться? Да, Коля, а, эти сумки с дисками, а эти баулы с героином, а я с фигой. А ты думаешь, что говоришь? Когда говоришь, то думаешь. Нельзя так, Сашов. Еще раз громко слово «храин» скажешь, тебя убить могут. Отнюдь я, я не боюсь. Сам отнюдь, просят же по-хорошему. Я кушать хочу, я кварплату хочу, я жить хочу в конце концов. Или уж помирить, но по-человечески. Вот и помирай, Сашок. Ну, подок на меня ори. Все хотят жить по-человечески. Менты, санкетстранцы, рэкет, собачки на базаре. Все на меня навалились. Я даже торговлю не успел открыть, как все присосались к юнэске, как пиявки. Не продохнуть. Ладно, будут деньги, отдам. Помогу даже тебе построить этот... Сортир! Что деньги, если совесть нечиста? А что деньги, если сердце кровоточит? Сам придумал. Если бы. Шекспир. А, Шекспир, я его знаю. Он ромал и Джульетта сочинил. Пап, оставь докурить. На, сынок! За что? Ты еще контрастоптив у меня попроси вместо учебника по истории о нашей бывшей родине. На, сбегу в Румынию. А, ветер в задницу, сынок. Там таких, как ты, не хватает. Видишь, как приходится? А ты? Толстый ремень нужен человечеству, а не твоей тонкой энергии. Так сказал Юнэску. Дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щеки. Ну вот, опять ты. Это не опять я, это опять вы. Вы же меня уже, это, сбивали. Я? Ну да, вы. Вы что, не помните? А, ну это я тогда так, слегка накатила. Ну теперь, если вы хотите, мы можем полежать спокойно. Нет, я теперь не могу, я опаздываю. Как звать? Кого? Тебя. Меня, Саша. Не, ну вообще, ну, как будто других имен нет. У меня пять френдов и все Саши, а еще у меня кот Шурик. Ну, вот так вот. Слушай, ты в порядке? В полном. Ну, а что ты ходишь по улице, как священная корова, не в Индии? Однажды собьют и все, здрасте, Константин Сергеевич. Это который? А который Станиславский. А что вы знаете, это вообще хорошая мысль. В смысле? Ну, в смысле, здрасте, Константин Сергеевич. Чего? Давайте вы еще раз разгонитесь посильнее, выжмите газ, а я встану поудобнее. Вы на полном ходу, прям мне в лобешник. Да. А что, я вам еще пару своих идей оставлю. Вы на них когда-нибудь сможете сильно разбогатеть. И записку, что по собственному желанию. А что, других желаний нету? Да кончились как-то другие желания. Просто я понял, что меня нужно все время шибать, обманывать, гнать, не знаю, дурить. Да как-то не получается по-другому в этой жизни. Ну, может быть, в следующей жизни будет иначе. Заниженная самооценка. Чего? Чего? Ты подожди, с ним это поудобнее успеешь. Я вернусь, и мы найдем, ну, как это сказать по-русски, нужную послу. А теперь знаешь что, ты мне лучше помоги. Где здесь редакция «Уиск Ньюз»? Сейчас я направление тебе покажу. Вот. Газета, что ли, да? Уйка. Ну, это была Уйка, а теперь это Ньюз. Это туда? А, не-не, совсем не туда. Это, это вот, видите, вон то маленькое отреставрированное одноэтажное здание? Ага. Вот раньше вот, вот раньше вот там была маленькая художественная школа, а потом маленькая... А потом здание захватило большая местная власть, и теперь там уйская правда. Да. Спасибо. Пожалуйста. Ой! А то вас, кстати, током бьет. Не кстати. Да бьет. Да нет. Да да. Да бьет. Да что вы спорите, я же чувствую, что бьет. Да? Да. А, это не током. Это, это портативный аккумулятор совсем другой энергии. Смотрите. Какой? Тонкой, космической. Вот видите цифры, смотрите. Вот. Если бы люди научились черпать космическую энергию в полной мере, то этой энергии бы хватило бы на многим... Алло, тонкая космическая, ты меня извини, но ты мне в другой раз расскажешь. Мне пора. Так вы все-таки туда, да? Туда. Я, конечно, прошу прощения, но я не советую вам в таком виде. В смысле? Дело в том, что у них там главный редактор, он жуткий консерватор, а вы к нему, извините, вот с открытой душой. Что естественно, то не безобразно. Но если ты настаиваешь, я, конечно, могу переодеться. Пока, крэйзи бой. Сюда. Стой! 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 господа, я пригласил вас сюда сообщить вам следующий расклад. Я в эту долбанную, то есть итальянскую линию, все бабки свои впендюрил. Впендюрил? Это типа вложил. Эта линия не купится никогда, если мы будем торговать только в Уйске, или даже только в области, а не впишу себя в хоровод, мне полный огурец со свинцовой начинкой. Огурец это типа, ну я догадываюсь. Нам надо всем выходить на общероссийский сосисочный базар. И не просто выходить, а выходить в новых вакуумных упаковках, чтобы все по-взрослому. Так вот, господа, я вас и собрал, чтобы объявить этот, как его... Тендер. Правильно, конкурс типа на лучшее название сосисек. Потому что люди мне из этого... Мониторинга. Мониторинга. За большие бабки, за травку дали, что название в общероссийском, так сказать, масштабе. Это... Главный фактор. Да. Чтоб манила и брала за душу. Правильно, Раиса Семеновна. Все, тогда поконим. Взяли сосиски и предлагаем название. Семейные. Душистые. Хорошие. Вкусные. Шелуха. Очень хорошие. Фуфло. А может, мужские? Зайка, не хилая. Банкирские. Не, собачий хохот, Раиса Семеновна. Потому что банкирский народ из принципа не купит. А банкиры такое не хавают. А если просто, Серега? У я. Что просто? Извините, Сергей Владимирович. Слово не воробей. Вылетишь два счета. Я поняла, что он хочет сказать. Я поняла. Можно я скажу? На фоне пейзажа нашей речки название у я. Ну, уй, черточка я. А потом восклицательный знак. Через черточку. Как бы кайф пошел. У я. Как? У я. Ты, зяблик, секьюрити. Вот и занимайся охраной. А не придумай какую-нибудь у ю с восклицательным знаком. Вот как при таком названии лох обратится к продавцу? Как? А как? Дайте мне, пожалуйста, упаковочку вот этой уи. Или уйни. Тебе это ничего не навеивает, пафло деревенское? Навеивает. Навеивает. И мне навеивает. Во, братва, не все так просто. Маркетинг надо учитывать. Слыхали? Да, да, конечно. Надо учитывать все. А не вякать с плеча без учета маркетинга. Сергей Владимирович. Что, и у тебя идея? Лично у меня идей не бывает. У нас в цеху чужой. Сосиски жрет. Ну вот, у семерых козлов и волк без глаза. У вас запись включена? Само собой. С таймером? Ну как же без таймера? Так, хорошо. Персонал остается здесь. Сергей Владимирович, а нам-то... Охрана за мной. Вам думать-думать. Не пойман, не кайф. Экф. О, махрен. Давай, давай. Откази. Смотри, смотри. Где он? Вы что, вы стреляете в людей? За ними стреляете! Стрелять! Ушу стреляю! Да, да, да! Даже дворовые собаки не хотели есть твое мясо. Дотик, ни гони слезу. Одно яйцо два раза не высидишь. Все, это твои проблемы. Ко мне люди пришли. Спокойно. Серега, Серега, давай его на фарш пустим. Ни одна легавая собака не нароет. И еще и в наваре будем. Вес в ожиренных сосисок, плюс его собственный. Минуточку! Какой у меня вес-то, господа, товарищи, кожаные кости! Друзья мои, минуточку, товарищи, я нечаянно, я… Все, хватит, мочить не будем. А как? Да так, я сказал, мочить не будем. Не будем. Мы пришли в этот легальный бизнес не для того, чтоб делать продукты из недоброкачественных бродяг. Секундочку, почему это недоброкачественных? У меня, между прочим, высшее образование. Два высших образования, если хотите. Физико-географическое, эзотерическое. Да. Так, не шурши. Надо начинать жить это, как его, целевизованно. Цивилизованно. Так, тебя никто не спрашивает. Целевизованно. А единственный способ перетереть эти конфликты, это обращение в районный суд, вплоть до международного в Гааге. Усёк? Не, жбан, это уже слишком. Гаага, садизм какой-то. Гаага. Все, не гони нерв. Я сказал, точка. Мочить без суда не буду. Меня наследник уважать перестанет. Давай. Шили. Грызун, звони в ментовку. Мы в ментовку? Дошили. И плевок, с пола сотри в цеху гигиена. Лицом к решетке. Вперед. Лицом к сене. Вперед. Лицом к сене. Вперед. Да чё-то мне не хочется. Импозабл бэд гай. Вперед. Проходи. День добрый. Здрасте. Ну, проходи, не стесняйся. Вы как предпочитаете, сверху или внизу? Только насиловать-то меня не надо. Бог с вами. А о койке речь? На нижней или на верхней? Неужели я похож на насильника? Ну, вообще-то не очень. Я вполне добропорядочный аферист в сфере кредитно-денежных отношений. Меняю время на деньги. Сбыл здесь сорок штук казначейских билетов по восемь с половиной тысяч рублей. Прямо с Ксерекса. На сорок первом попался. Вы что, фальшивомонетчик, что ли? Никогда. Я джентльмен вплоть до отпечатков пальцев. Вот смотрите. По диагонали каждой купюры крупными буквами было написано «Образец». Пускай попробует теперь засудить. Нет же статьи на эту, на людскую дурость. Ну, подержит немного и отпустит. Благо, адвокат всегда со мной гастролирует. У вас есть свой адвокат? У меня. По нынешним временам можно ходить без штанов, но без адвоката ни шагу. Вы на чём погорели, если не секрет? На сосисках. Зашёл в чужой цех и съел. Сосиски? Ну да, сосиски, сосиски, будь они неладны. Мой вам поможет. Бесплатно. Кто, простите? Адвокат Гоша. Вы не расстраивайтесь, не огорчайтесь, располагайтесь. Как вас? Александр Саныч, Саша. Эдуард Павлович, будем знакомы. Очень приятно. Ну, что предпочитаете? Есть водочки на самый изысканный вкус. Есть клюковка на коньяке. Балда, балда этот коридорный, ну сколько раз ему говорить. Нельзя ставить медовый с перчиком в холодильник, никакой культуры обслуживания. Перчик нежный, из Индии привезён, тепло любит. На закуску у нас фрукты, рыба горячего копчения и сосиски. Сосиски. Не надо сосисек. Фотографию можно было и получше сделать. Оконечная цель ваша вернуть заблудшую дочь в лоно Папашкиной семьи, да? Девочка моя, у тебя не самый плохой папа. И не самый бедный, заметь. Тошнит. Ещё. Что ему надо? Собственно, то же, что нужно любому отцу. Уберечь свою дочь от необратимых поступков, шальных пунктов, сексуальных домогательств. А я хочу уберечься от вас. Это невозможно по определению. У тебя, типа того, величие мании. Возможно. Сколько? Виктория. Ты оскорбляешь мою профессиональную честь. Агент Зора. Любая честь имеет свою цену. К тому же, я вас не прошу совсем исчезнуть. Вы функционируете. Для папы будет всё, как было. Только на глаза мне не надо, а? Ну, это меняет. Вот это принципиально меняет дело. Тут, как говорится, и папа в курсе, и бабки целы. Бабки приумножены, агент Зоя, вдвое. Ну, типа того. Что? Банкноты по 11 тысяч. И что самое любопытное, народ их будет брать. И сдачу давать. Вот это и изобретение, что подобное. Жизнь тебе 3 градуса холода, а ты ей 30 тепла и одной купюрой из города поднятой головой. Главой. Что вы мне дали, Григорий Яковлевич? Редакционное задание. На основе эксклюзивной информации, полученной от источника. Пожелавшего остаться неизвестным. Да нет, я про другое. Это вот что? За это его и судят, этого Шурика? Что это? Вот именно. Ну это же бред. Нет, неотвратимость наказания. Ну а что вы от меня хотите? Информашку? Проблемный репортаж. Ну? Ну проблемный репортаж. На передовую страницу нашей газеты. Чтоб сенсация была настоящей. Вы, московский, умеете сенсацию? Раскручиваете? Ну, Григорий Яковлевич, ну ведь повод-то ничтожный. Он же выеденного яйца не стоит. Вы же сами видите прекрасно. Мало ли что я вижу. Я здесь, я здесь таких яиц наглод... насмотрелся. Нет, ну... Ты кто? Напомни. И я? Вика. Вика. Так над чем я остановился мысль по смыслу? По смыслу насмотрелись якобы. А, насмотрелись. Не якобы, Вика. Вот ты, как начитающий журналист, стажер, без пяти минут профи и должна состряпать из вытяного яйца целую утиную стаю. И заголовок должен быть... Заголовок должен быть броски. Мафии гуськи нет. Вред чистой воды. Точнее нет, грязной воды. Ладно, ладно, не фуркай. Тебя уже от соседей выгнали за вызывающее поведение несовместимое с хамством журналиста. Во-первых, совместимое. Во-вторых, меня никто не выгонял, потому что я сама убежала. За мной гнались какие-то отморозки. Вика, мне же отзыв писать на твою практику. Слушай, сделай, а. А то глава администрации давит. Мэр. Мэр давит. Все давят, понимаешь? Сам давит. Требует масштабный материал. Понимаешь? О коррупции, о мафии. Так может с настоящей мафией связаться? Это я могу. Легко! А вот этого не надо, не надо. Я помоложе, погорячее был, тоже замахивался. То на одного, то на другого. Ну, мне вовремя объяснили, что люди — это все хорошие. Да, что сплошь меценаты и спонсоры сиротских учреждений и домов терпимости. Домов ветеранов в трудах. Тут перышкин какой-то. Геодезист без малейшего намека на меценатского. Он метеоролог нос с уклоном в мистику. Ну вот, метеоролог — мистик, становится ворюгой. Ей зацепка, как уперстоль для пера. Ну, а я пишу только на компьютере. Компьютером меня не надо пугать, хоть на глиняных табличках. Виктория, судебные заседания в 10 утра. Здание пока на ремонте, так что сессия будет проходить с обратной стороны. В парке бывшую культуру найдешь. Но статья у меня должна лежать, вот здесь должна лежать у меня статья. Если подойти к делу с умом, то и поминки можно превратить в праздник. Степь да степь кругом Путь далек лежит В той степи глухой Замерзал я мщик В той степи глухой Замерзал я мщик В той степи глухой А! Все, 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 все. Здоров! Здравствуйте! Доброе утро! Всех приветствую? Виктор Сергеевич, надо прибавить. Условия экстремальные. Дождь идёт, суд идёт. Нет, не над ней, но прибавить надо. Что ж, картина преступления выглядит довольно связно. Обвинение. Вам слово. Ваша честь, я закончу сухо, основываясь только на голых фактах. Да-да, на голых. Подсудимый Пёрышкин А.А., нарушив неприкосновенность частных владений, правил санитарных норм и личной гигиены совершил кражу у гражданина Жбанова С.В. Количестве девяносто восьми штук сосисек, которые преступным путём были уничтожены, сожраны подсудимым за четыре минуты пятнадцать секунд. Простите, за сколько? Девяносто восемь штук за четыре минуты пятнадцать секунд. Правильно. А что посеешь, хрен найдёшь. Да нет, надо положить этому конец. Конец, он сожрал его. Обвинение считает, деяние подсудимого Пёрышкина А.А., нигде не работающего ранее уволенного из гидрометеослужбы, за чуждость науки и полное непонимание современной погоды, подпадающего полностью под статью 158 УК РФ, часть вторая под пункты В и Г, и просит суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. С полным возмещением убытков Жбанова С.В. Путём конфискации всего имущества подсудимого Пёрышкина А.А. в пользу потерпевшего Жбанова С.В. У меня всё, Ваша честь, я кончил. Конфискация – это хорошо. Да правильно, что кладёте конец. Да. Зачем ему сводить концы с концами, чтобы в конце концов отдать концы? Тишина в зале. Защита. Уважаемая госпожа судья, уважаемые заседатели, уважаемые гости. Для начала я хотел бы узнать, имела ли санкцию якобы пострадавшая сторона на видеосъёмку моего доверителя? Жбанов, ответьте. А то, у нас всё по-взрослому. Система видеоконтроля на моём предприятии прошла государственную регистрацию. Всё по чесноку. В смысле, по закону. Очень хорошо. А кого и что должна контролировать ваша видеосистема? Вижу, понятно. Чтоб работники не турили, не шкурили, в смысле, не воровали. Очень хорошо. Замечательно. А имеется ли у вас санкция прокурора на оперативную съёмку моего подзащитного? Да. Ты чё качешь на меня, пернатый? Прошу, по существу. Сейчас. Разбегусь и буду получать санкцию на каждый пук. Значит, нет. Жбан к тебе. Нет. Ха! Нет, нет и нет. Довожу до сведения суда, что все видеоматериалы, предоставленные обвинением, могут быть рассмотрены только по части фиксированной работы цеха. Всё остальное, добыто незаконным путём, и к делу приобщено быть не может. Минуточку! Не секундоньки! Идём дальше. Если исключить незаконно добытое видеоизображение человека, якобы похожего на моего доверителя, какими ещё, так сказать, вещественными доказательствами обладает прокуратура? Сосиски. Ха! И где они? Он их сожрал. И чем вы это докажете? Это видели все. Протестую! Незаконный видеомонтаж. Да я вам такого наснимаю, а потом пропущу через компьютер. Вы мне не только сосиски жрать, вы у меня слониху насиловать будете. Не одну, а целых две. Протестую! Я не насилую слоних! Вы не насилуете слоних, а мой подзащитный не жрёт чужих сосисок. После любого преступления... Надо бы этого пернатого заусенца к нам переманить, для полного перца. Повторяю, я сказал переманить, а не пристрелить. После них ничего не осталось. Значит, вам нечего нам больше предъявить. И поэтому мы все зря теряем время. Ес! Девушка! Ух, креса вообще не должна бросаться в глаза. Особенно ногами. Давайте заканчивать. После сосисек остаётся. Что? Оно самое. Чудненько! Если это оно самое, приобщено к делу и сопровождается экспертным заключением... Мне всё по барабану, я в Румынию сбегу. Я с другим существующую шляпу... А что ты там потерял? Да всё потерял. Так дайте же мне это оно с экспертизой. Дайте. Верунчик, оно самое у нас в вещдоках имеется? А у вас оно имеется? У меня... Оно нет. Но оно нет и суда нет. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. У нас есть нечто другое. Шкурки от сосисек, собранные на месте преступления. С отпечатками пальцев подсудимого. И с заключением криминалистов об идентичности отпечатков. А на языке профессионалов, коллега, это называется улики. Причём неопровержимые улики. У меня всё, Ваша честь. Пёрышкин, у вас есть что сказать? Это единственное, что у меня есть. Можно, да? Можно. Только коротко и по делу. Да, да, конечно, только по делу. Прощай покой, прощай душевный мир, прощайте армии в пернатых шлемах и войны честолюбья храбрецов, и ржущий конь, и трубные раскаты, и флейт, и свист, и гулки, и барабан, и царственное знамя на парадах, и пламя битв, и торжество побед. Прощайте оглушительные пушки. Конец всему. Наш Саша отслужил. Достаточно подсудимый. Расскажите потом. По медиаусловиям сегодняшнее заседание суда объявляю закрытым. Продолжение слушания завтра в 10 часов, если будет погода. Эй, дядя! Ну-ка. Это что такое? Детка, это ты мне? Тебе, дядя, тебе. Поговорим? Вы не знаете. Не знаю. Ну-ка тормозни. Не дала я, конечно, чудаков на другую букву, но таких, как ты, не доводилось. Девушка, а вот это вот слово на букву М, ненормативная лексика, это по поводу меня? Ну, хоть это мозгов сообразить хватило, да? А что вы меня глазенками буравите? Пострелять охота? После стрелки, дядя, стволами не машут. Храбрая цыпа, не из местных. Тупой местный фаршмейкер, спокойно, ребята. А вот это уже слишком. Не зарывайся, рыбка. Ну, разумеется, слишком. Другой бы предприниматель на твоем месте схватился бы за этого ненормального. А он? Чудак. И этим все сказано. Зайка, сбавь обороты. Ты кто? Пресса в пальто. Ну-ка, стоять. Хулуями команду, дядя. Ну, вообще. Народ страх потерял. Дядя, ты деньги любишь? Так как я люблю деньги, никто не любят. Всей душой. Но вопрос некорректный. Ну, тогда нагнись и посмотри. Они уж с тебя прямо под ногами валяются. Не понял. О чем трескотня? Ноу-хау. Чего? Ноу-хау. Чего? Оу. Ты не размазывай по тарелке. Ноу-знаю, хау-как. Так. Так вот, СВ, Сергей Владимирович, спальный вагон. Рекламная компания, понимаешь? Научный сотрудник, метеоролог. Переступает закон единственно ради того, чтобы попробовать сосиски твоего производства. Так. Ну, дошло. Путевый, сёк. Надо покумекать. М? Ну, кумекай быстрее, а то его заметут по твоей же милости. Правильно? А ты меня, детка, не прессуй. Хм. Я сначала должен посмотреть, как фишка ляжет, а потом стрелять. Потому что я — это я, а они — это они. Вот это, дядя, ты круто сказал. Молодец, садись пять. Рад был познакомиться, мисс. Может, покалякаем за обедом? Ну, и что вы? В такую погоду не калякаем. Вдруг снег выпадет, вдруг дождь пойдёт или солнце выглянет. Погода на ТВ. Смотри. Пожалеешь, я богатый, красивый, нежный. А я люблю страшных, грубых и очень нищих. Так ты извращенка. Да, дядя. А что ты думаешь, дядя? Не от хорошей жизни обезьяна превратилась в человека. Чао! Сюда, да? Да. А теперь сюда. Да. Вперёд. К стене. К стене, правильно. Лицом. Да. Спасибо вам, Эдуард Павлович, за адвоката. Чего, чего? Какой ещё, Эдуард? Какая ещё адвоката? Может, и Людовик 16-й нужен? А где Эдуард Павлович? За недостаточностью улик отпущен на завершение преступления. Вперёд. А это... Вперёд, я сказал! Здравствуйте. Слышь, ты обмыла, сявка. Конь, педаль, чего это ты своими воплями просмотру кинематографа помешал? Извините, позвольте, я вот тоже на свою коечку. Куда? Не люблю, когда над головой скрипят. Всё. Теперь о пешконке мои. Ну, позвольте, вы на обеих-то не поместитесь. Тем более, вот верхняя-то она всё-таки моя. Сейчас ты у меня на параши поместишься. Иди сюда. Ой, ай, 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 ай! Что вы делаете, уважаемые, уважаемые? Что вы делаете? Я не хочу другую парашу. Параши, я сказал! Грузим нефть здесь, через Средневное море. Вот, смотри. Что-то через море? На чём через море? Танкерами, фрахтуем и... Ну, да, в общем, это не деньги. А как ты вот до сюда дойдёшь? Вот 700 километров до порта. Как ты пойдёшь? На скважину, господи. Ну, стройм узкоколейку. Нефть по узкоколейке, Саня, авантюра! Ну, хорошо, хорошо. Дирижабли. Ребята, лобби закончился, вот вам ваш шашлик. Спасибо. И ещё немного алкоголя. Слушай, он святой. На здоровье, на здоровье. Он святой. Я не знаю, шашлык можно построить, спигнать цистернами и... Что будет в рот положить красавица, а? Вкусненькая или немножко остренькая? В рот положить красавица диетическое и попить безалкогольное. И попить безалкогольное. Послушай, девочка, нас себе не эконом. Всё равно в конце этой жизни мы все умрём. Все. Да? Да. Ну, и назвал бы тогда свой кафе «Путь на кладбище». Слушай, у меня есть диетическое. Есть только капуста, которая в шаурме. Вот капусту, которую кладут в эту шаурму. Ну, хоть бы с аджиком и с кетчупом, да? Без кетчупа, с минералкой. Слушай, что она говорит, а? Как будто это не шашлычное, а где бараны и коровы гуляют. Как его? Пастбище. Браво, Володя. Браво, Володя. Только не горячись. Ну, хорошо. На здоровье, на здоровье. Еще две импортные сигареты угощу. Держи. Спасибо, Володя. На здоровье, ребята. Теперь смотри дальше. Алмазы. Берем здесь и взем вот. Неочищенный. Неочищенный. Конечно, и через Африку. Ага. А чем? Сухогрузами. А, брат, ты как погонишь порожняком? Авантюра. Авантюра. Все у тебя авантюра. Авантюра чистой воды. Тут цена вопроса. Девушка, тысяча, извини, нет ли в вашем компьютере калькулятора? Да, что? Можете почитать, сколько будет шесть процентов от шести миллиардов? Семи. От семи миллиардов. Шестью семь сорок два. О, сорок два, это похоже. Сорок два. А что, знаешь, может получиться. Если получится, я тебе больше скажу, если получится, мы в книгу рекордов Гиннесса войдем. В книгу рекордов Гиннесса. Ребята, молодцы, спасибо. Не зашли, девушка. Ладно, в общем, с этим ясно. С алмазами решили, теперь дальше алюминий. Так, боксицы. Вот. А на все вырученные деньги возьмем в лизинг два Боинга. Или три. Саня, ну это авантюра, понимаешь? Надо брать всю компанию. Здание аэровокзала, полосу. Другое дело, что надо придумать классные названия в первую очередь, понимаешь? И нужен бренд. Название. Название всегда успеем. Вот, Саня, мы всегда сыпемся на мелочах, понимаешь? При таком масштабе нужен пиар. Надо пропиарить как следует все. Молодой человек, бутылочку можно? Да, пожалуйста. Тут ты прав. Безусловно, пиар нам необходим. Если я тебя залашаю еще раз на подлянке по поводу поставки мяса плохого качества, кишки выпущу. Все, через полчаса жду в офисе. Добрый. Бонжур, миссер Шбанов. Бонжур, папа. Бонжур, сынок. Ну, как он себя вел во время дневного сна? Хорошо, немножко плохо. А что такое? Какое? Ой, губа не дура. Ух, накажу озорника. Ну, а как твои сегодня буги-вуги во время дневного сна? Пардон, миссер Шбанов, а что такое буги-вуги? Дворецкий стригун. Садовник, а? На-на-на-на-на-на-на-на-на. Это такая плохая шутка, миссер Шбанов. Я тебя умоляю. Я тебя умоляю. Смотри, Гертруда, накажу озорницу. Я Мишель. А мне по барабану. Перышкин, на выход! Сыкин, где клиент? А я что, не клиент? Ты как был, криминал элементс, рожей уголовной, так ей и остался. Обижаешь, начальник? Вон он, университеты проходит. Угощайся. Репутацию заведения портишь? Сыкин. А что? Моя апартамента, что хочу, твою ворочу. Шизо будешь воротить. Не пугай курицу яйцами. Живы, перышкин. О, о, жив. Пока, жив. К вам пресса свободная. Пойдемте. Шей манью, сыкин. Не трогай маму. Чего, чего, я не понял. Моя жизнь? Да, жизнь. Вика, зачем вам моя жизнь? В моей жизни ничего интересного не происходит. У меня сплошные циклоны, антициклоны, туда-сюда, у меня даже запоя ни разу в жизни не было. Ты себе цены не знаешь. Да знаю, я знаю, только, к сожалению, она мне не по карману. У меня, кроме моей беседки и пары хороших идей, ничего нет. Я нищий. Ага, а еще грубый и жутко страшный. Ну, я из Вращенко, мне интересно. Я все-таки твой процесс освещаю. Ничего. Я процесс твой освещаю, процесс. Вика, поберегите энергию, освещать тут совершенно нечего. Если уж освещать, то уж точно не это. Вы посмотрите лучше, что с погодой происходит. Ну, а может, я в тебя влюбилась? Профессионально. В кого ты влюбилась? В тебя. Приехали. Ага. Спасибо. Вика, любовь — это торжество воображения над разумом. Вы же разумная девушка, вы же должны понимать, что это не по адресу. Любить можно кошечек, собачек, даже крыс. А мне кажется, что люди только делают вид, что любят себя подобно. Ну, а мне кажется, что можно полюбить себе подобного, даже с первого взгляда. Ну да, я влюбилась в тебя с первого взгляда. Когда ты на меня рухнул, помнишь? Это вы на меня рухнули. Нет, это ты на меня рухнул. Я на тебя слегка наехала, а ты на меня слегка рухнул. Да, да, я рухнул, да. Ну вот. За что? Полюбила? Да. За муки. Понимаешь, мне интересен человек, который выпал из общего ряда. Вот у меня пять знакомых Саш. У каждого из пяти Саш по пять ключей от квартиры, от машины, от офиса, от дачи. У меня еще кот Шурик, у него тоже там свой ключ есть. Но они все нормальные. А ты паранормальный, Саша. У тебя нет ни квартиры, ни машины, ни дачи, ни офиса, ни даже мобила. И денег тоже нет. Ну да, зато у вас есть Шекспир. Шекспир? Нет никакого Шекспира, Вика. Шекспир – это ширма. Чужие страсти взамен своих. Мне вообще кажется, что Шекспир – это только лишь псевдоним какого-то инопланетянина, какого-то пришелец из космоса. Ну хорошо, но пришелец из космоса он был? Ну пришелец из космоса, может быть, был. Тогда поцелуй меня. Этого только вам не хватало. Вот только этого мне именно и не хватало. Через стекло? Ну это же страшно эротично. Ага. Вика, я не хочу так, понимаете, простил. Ладно, Вик, уходи, пожалуйста. Я неудачник, это очень заразно, понимаете, очень. Все, свидание окончено, простите, Вика. Конвой! Погода портится! Саша! Вика, я не могу так больше, понимаете, не могу. До свидания, Вика, до свидания. Конвой, заберите меня из этого германия. Ну что, Ванька, покалякал? Я не Ванька, я пёрышки на Александр Александрович. Можно просто Саша. Был Саша, стал Параша. И ты сейчас у меня тоже интервью получишь. Подрыльник убери и не вяду. Понял? Не понял? Чего? Вставайте, Сыкин, вставайте, подымайтесь, маньяк, Сыкин, голубчик, как я. Он сумасшедший, он сам сказал, я хочу в общую камеру. Любезный, я тоже кое-что хочу. Тоже в общую камеру хотите? Нет, на свободу. Минут на сорок, под честное слово. Ну, вообще-то, Эдуард Павлович оставил для вас некоторые кредиты на некоторую сумму. Сколько стоит минуту свободы, знаете? Минуту свободы? Не знаю. Вот прайс-лист. Минута свободы у нас стоит 15,99 уе. Вот морда уголовная. На академический час хватит? На академический? Не знаю. Отпусти этого придурка. Если денег надо, я заплачу. А я ей скажу, здравствуйте. И она скажет, здравствуйте. Это вы, скажет, и я. И цветы. Она скажет, ой, ну что вы. Я скажу, что вы, что вы. Ничего, берите это вам. Не стоит благодарности, нюхачи на здоровье. Она скажет, ну мне неудобно, право, что вы, как можно. Я скажу, что вы, что. Или, и вы мне тоже сперва. Оля, сейчас, секунду. Это вам. Вы мне вообще сразу как-то понравились. И как обниму ее, может быть? Или поцелую? Ну или неважно. Или обниму, или поцелую. Или то и другое, или... Я вас поздравляю, это восхитительно. Очень страшно, талантливо. Но совсем не то, что я просил. Как-то вы просили сенсацию? Сен-сен-сенсацию просил? Просили? Да. Получите. Не вижу, а где это? Сети мафии, где это все? Ну, наденьте вторые очки. Вот. И не притворяйтесь, пожалуйста, вы же не такой старый. А, еще не старость, но уже не радости, извините. Ну, Георгий Яковлевич, ну, в самом деле, ну, вы же умный человек, ну... Хотите яичек, хотите? Нет, спасибо, я уже поела. Ну, какой мы ввези из этого заблудшего, суровой реальности Шурика? Он же пораженец. Его пожалеть надо, а не судить. Вы про кого это? Ну, про Пёрышкина, конечно. А, все зависит от вектора вашей творческой позиции, авторской. А никакого вектора за одного нет? Как нет? Ну, как, близко не валялся? А я говорю, валялся, причем близко. Нет, на дух, на дух не валялся. Хорошо. Если вы не хотите материал печатать, то я его... Ой! Не надо, я сама потру. То я его отправляю в Москву. Любая нормальная газета с руками и ногами оторвет. Только не надо нас пугать достижением цивилизации. Вы хотите себе сделать имя на старданиях этого... Пораженца. Пораженца. Так скажите? А я и скажу. Ну, так скажите. А я и скажу. А почему бы и нет? Между прочим, профессии обязаны. Попробую. Да. А еще я вам скажу по секрету. Материал готовый оплатить на правах рекламы. И вам в этом случае кое-что перепадет. Сколько кое мне перепадет? Никак не меньше месячной зарплаты. Месячной не критерий, а фикция. Мифология. Трех месячных зарплат. Так и печатайте материал. С чувством глубокого аморального удовлетворения. О, чудище зелеными глазами, клумящееся над своей добычей. Меня продают, как ржавую селедку. Я кретин, идиот. Попался. Эй, кретин, идиот. Для тебя сегодня скидки, льготный тариф. Погода нелетная. А, нелетная. Это вы мне? Да. Какая погода, какие скидки. Саня, запомни. Самки человека всегда нападают на нас, людей, первыми. На, держи. А, вот лопух, а, вот лопух. Уши развесил. Нет, ты не лопух. Ты мужик. Соплатить сможешь, так мы тебя произведем, воры. Ясня. О самом сокровенном. О тонких энергиях, о смысле бытия, о детерминизме. А она на мне имя делает, фамилию делает, деньги делает. Все бабы нас делают. Надо или смириться с этим, или менять этот терминизм. На хрен без ботвы. Такая девушка, а. Такая девушка, колокольчик. И вдруг, блямс. Она что, тебе любовью угрожала? Ну, еще как, тонкий лучик надежды засветился и... Не мужики нам правят, бабы. Я же бы ему нам на того не понять. Нет. Не вспоминают народе про папу. Про папу. Все, бабы, все вспоминают какую-то мать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. СВ? Спальный вагон? Это я, Виктория Мусатова. Мы ведем свой репортаж из типографии города Ульска. Следите за прессой, дядя. Рекосмен из Ульска. Французская сволота. Хоть ласка, доброди. Смачного. Смачного, доброди. О, о, о. Мерси. Ай. Куа. Николя. Мон джа, месье. Мон, ээ, кеська сэ. Мэн, мон шэр. Ай, елки. Уи, папа. Угу. Гертруда. Мишель, месье. Один черт. За семафор ему, ээ, переведи ему. М-м-м. Николя. Сынок, пожалуйста. Мон петти. Силь-то бле. Воспользуйся ложечкой. Чайной. Которая лежит. Справа от тебя. Ми, папа. Град перси. О, мой дьер. Малыш. Мм. Прошу прощения, господа. Уй, дядька. Уй, дядька. Уй, дядька. Вот суки, блин. Мельбардон. Шбан, слышь. Ну-ка, заткнись, Фафан. Сейчас эти уши пригвожу прямо к затылку. Ты у меня узнаешь, что такое шбан, каков он есть. Пусти, пусти, пусти. Вы, говорят, плод ногой воспользовались. Да спустишь ты этого мать твою, вот мазель. Рюкзак, да. Пусти, пусти, пусти меня. Ой, дебил, иди. Фу, не детского сахрана, дядя. Садись. Отморозки. Молодец, извращенка, шаришь. Ну что, въехал? Угу, с натягом, не дебил. Так, для начала плеснем шимпанзе под жабры. Ой, я не пью. Здесь правило этикета устанавливаю я. Так значит, сосиски должны быть с названием рекорд или рекордсмен. Название не мое. А чье? Редактор напорол от себя тяну. Неплохо. У меня было круче, дерзновенный. Дерзновенные. Угу. Дерзно, это значит сосиски чисто дерзновенные. Молодца. Примитных к сосискам не очень. Нет, ты не права. Название дерзновенный класс. Теперь важно, картиночка, то есть этикеточка с приписочкой. Такая красивая этикетка с сургучной печатью. И там на иностранном языке с русским переводом написано. Этим продуктом был установлен рекорд Гиннесса. Круто, да? Работай дальше. Ой, я не нанималась. Наймешься. Николя, сильвупле. Спасибо. Мерси, сынок. Моя вампирша спрашивает, вы новая любовница папы? Я? Я похожа на сумасшедшую? Нет. Образованный наследник? Да, слишком. А где его мама? Мать его неизвестна. Так, ошибка молодости. Кстати, неплохая ошибка. Растет смена, смотри. Да, я думаю, мальчик вступит в права наследования гораздо раньше, чем вы предполагаете. В общем, короче, я тебя нанимаю с завтрашнего. Полторы штуки за этот каскас... Консалтинг. Консалтинг. Я не торгуюсь, две. Проехали. Беру твои формы на содержание. Значит, он установил рекорд. Угу. Предыдущий был в 80-х годах. 96 штук за 4,5 минуты. Полный балдец, а? Значит, мы круче и быстрее, быстрее и круче. Что нужно для регистрации? Сейчас возобновится суд. А при чём тут суд? Пока мой герой на скамье, я не играю. А-а-а. До базара нет, плевка не стоит. Считай, что он уже дышит свободным воздухом уйска. Усекла? Тогда по рукам. Угу. Что делаем дальше? Нужна видеозапись рекорда. Есть. Которую можно перегнать российское отделение Гиннеса. Ага, так. Ещё как сосиска. Что? Что сосиска? Перегнать. Классно. Хорошо, шутка. Перегнаешь сосиску по факсу, да? И саму. Ну? Экспрессонарий сосиски по мобильному через интернет. Так. Понял? Они нам сгонят информацию, а мы... Ага. Дядя, ну это ж так просто, азбука. Кто-то азбуку учил, кто-то недругов мочил. Уважаемые дамы и господа, мы завершаем сегодня самое серьёзное судебное дело в нашем городе. Здравствуйте, коллега. Проходите. Итак, обвинение, проанализировав ещё раз все обстоятельства данного дела в комплексе. И, учитывая заявление ИССА, аннулирует свой ИССА. По всем пунктам безументарных поползновений, обвинение признаёт несостоятельным обвинение. И это обвинение снимает. Я прошу суд освободить Пёрышкина А.А. из-под стражи в зале суда. О, правильный. Сказал. И свою душу облегчил. Ваша честь, я кончу. Защита. А наша сторона будет требовать возмещения всех судебных издержек. Плюс моральная компенсация пострадавшему в виде денежного эквивалента. Плюс, посмотрите на моего доверителя. На нём нет лица. Плюс, мешки под глазами. Плюс, у него трясутся руки. Нет проблем, я сбегаю за пивом. Вот это другое дело. Ес! 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 Свободу, Пёрышкина! Всё. Компенсация. А компенсацию мы выделим в отдельное производство. А сейчас суд удаляется на совещание. Всем встать! Нет уж, фигушки. Прошу всех сесть. В прошлый раз меня перебили почти всего. И теперь я настаиваю на продолжении слова. Александр, не надо слов. Сейчас вас оправдают. А вот вас я вообще никогда не оправдаю. Почему? Молодая, но матёрая представительница древнейшей профессии. Между прочим, этой профессии учат на факультете журналистики. Листики. В тюремной системе. Это единственная отрасль, где реформы до конца пошли. И при том, не просто пошли, а на благо человека. Да, в тюрьме. В тюрьме ко мне относятся, как к человеку. Стоило дать в зубы, и ты авторитет. Там в тюрьме выслушают, поймут. И не продадут, между прочим, на странице жёлтой прессы. Я не желаю возвращаться в ваш мир, господа. Не желаю. Нельзя освобождать людей снаружи. Больше, чем они свободны. Изнутри. Слушай, как он сказал, а? Это не он сказал, это Герцин. Правильно, нельзя давать пёрышки на свободу. Он же сам этого не хочет. Да нет, посадили посидеть. Какие места? Гражданин Пёрышкин, не превращайте уголовное дело в политический процесс. Вы Рейхстаг не поджигали. Всё, ждите вердикта. Погоди, бежать в Румынию. Ну чё, король не в духе? Уберите её, атлетка. Коварная, публичная девушка. Я? Нет, я. Я на девушку пока ещё не согласен. И на товар, между прочим, не согласен, который можно во имя своей славы сбыть. Не здесь, так в столице. Если вам нравится торговать, торгуйте, ради бога, торгуйте. Только торгуйте собой, ладно? А не моими невзгодами. Пёрышкина, чё вы на меня кричите? Вы же не разобрались. Я ж вам прогноз сделала. Да ну хватит меня руками трогать. Прогнозы, девушка, портят погоду. Не дурак, а? Идиот здоровый. А сади. Повораковали. Угу. Клювик клювику. Угу. Да пропустите меня. Ать! О, я ж говорил извращенка. Ну, а? О, глаза-то тебе надо залить. В каком смысле? А похмелиться. Вира. Газетки надо читать. Торговая ты моя марочка. Чёрт возьми, ну что ж ты такое? Ну мы же с вами договаривались, а вы опять на глаза и под колёса мне. Виктория, серьёзный роман. В наш договор не входил. Чей роман? Чей? Твой, твой. И это опаснее случайных связей. И папа наш это особо подчёркивал, выдавая мне техническое задание. Да, агент Зоя, о каком романе вы сейчас говорите? Я была в суде. Я всё видела невооружённым глазом. Ты же по уши влюбилась в этого. Блабенного. А между прочим, блаженные дети спасут мир вот так вот. Девочка моя, запомни. Любовь – это победа воображения над разумом. Да? Да. Ну и пусть побеждает. Вот так вот, пусть побеждает. Мне мой разум вообще надоел. Ясно? Разум надоел. Слышали, ну как он сказал? Оскорбительно оправдывать за ни за что. Это так эротично. Просто мороз по коже. Эротико, мороз. Мороз, эротико – это сколько угодно, но серьёзный роман – это особая статья дохода или расхода, смотря откуда смотреть. Мм, ну понятно, с этого бы и начали сразу. Бикуша, тут такая рыбалка, такой клёв. Принцесса, я меняю гнев на милость и готова на всё закрыть глаза, типа того, круглосудочно сидеть с удочкой. Короче, почём закрытые глаза? Принцесса, когда речь идёт о любви, тут можно быть щедрой. Да, в конце концов, падение женщины – это её победа. – Добрый день, господа. – Добрый. – Могу ли я вам чем-нибудь… – Можешь. – Как костюмчик? – Сидит. – Спасибо вам, Сергей Владимирович. – Пока не за что. Для начала вот с этого. Всё сними и выбрось. Извините, а можно не выбрасывать, а завернуть и всё оставить, а? – Можешь. И одень, или надень. – Ага. – Я всё время путаюсь, как правильно… – А как хотите. Вся страна путается каждый день, что и с утра делать. – Надевать на себя или одевать кого-то? – Мне всё равно, оденешь ты его или наденешь. Главное, без турецких штучек. От последнего кутюр. Усёк? – Понял. – Чтоб назовися на таганским девкам. Шустри. – Шустрю, шустрю. Попрошу в кабинку. – А? – Кабинку, быстро. Чудовище. Сделаем в лучшем виде. – Так. Группа островов с постоянным благоприятным климатом по горизонтали семь букв. – Кипр. – Кипр один. А здесь группа островов. Семь букв. Гопота. – Тогда Мальдивы. – Мал-ди-вы. – Ну, ты просто Эйзерштейн какой-то. Или Эйзерштейн. Короче, Штейн. – Мальдивы. Восемь букв. Мягкий знак. Забыли. – Тогда европейская обезьяна. Четыре буквы. – О! Вот это в самый раз. Сейчас завяжем и можем показаться. – Да я вообще таких не очень ношу-то. – Значит, Руссарди. Последний писк. Всего за двести пятьдесят. – Чего за двести пятьдесят? – Пакс. – Да я за такие деньги могу на нем только повеситься. Из принципа. – Суицид. Неотъемлемое право каждого гражданина. Но я не камикадзе. И пулю в лоб от жбана получать не хочу. Все остальные поддельные. – Ну хорошо, хорошо. Вяжите, вяжите. – Вяжите. Друг мой, вяжут сук с кабельками, а мы повязываем. – Ну ладно, валяйте. Чего уж теперь, а? – Так. – Только у меня к вам просьба одна. У вас лифчики есть? – Ага. – Женские. Такие настоящие, а? На меня запишите. – Вау. Размерчик ваш? – Размерчик? Ну. – Какой предпочитаете? – Такой какой-то я… – Чашечки какие предпочитаем. – Чашечки? Угу. Ну я… – С цветочками. – Голубыми. – Вау. – Ну это просто чик-фок какой-то, а? Ха-ха-ха. – Матный прикид. Ну ты просто Пьер Шанель, а? – Да, кстати. Острова семь букв – это… Кайманы. Угу. Угу. Ой… М… quadro 1033 Кто там? Извините, я. Это вы? Что это с вами? Почернело с горя. Я на минуту, можно? Только если на одну. Хотя господина Пёрышкина стало в последнее время слишком много. Да я сокращаюсь до пяти секунд. Это вот единственное, что нас связывало, это... Это. Мой долг. И теперь, так сказать, последняя нить между нами разорвана. Какая ещё нить? Ну, предмет последней необходимости. Ну и замечательно. Так, а теперь давай. Катись отсюда. Уже в пути. Только куда катиться-то, а? Тебе не ясно, куда катиться? Да. Катись жрать, жрать и ещё раз жрать, и ещё раз жрать, пока твой желудок не вытеснит твоё сердце. Ну, не я придумал эту дорожку. Однако у вас-то замечательно получается. Кто-то, кажется, выверял, что... Да, мотай отсюда! Теперь у тебя есть цена, а я люблю бесценных! Пусти! Отпусти меня! Я закричу! Пусти! Пусти меня! Пусти! Мотай отсюда! Катись! Давай-ка поторопись, опаздываем Потрудитесь с этой минуты обращаться ко мне на вы, любезные А чё так вдруг? Сколько же это будет продолжаться-то, а? До Коли, я спрашиваю Чё до Коли? Всё до Коли! Ну да я совсем оборзил Мок, что ли, какая укусила? Смотри! Уж я смотрю! Говорил же, надо было его сразу на фарш пустить Ещё несите! Месье Жбанов, ваш сын Николай говорит, что господин в галстук хочет кушать Перебьётся! Сейчас на подходе ещё одна кодла телевизионщиков Он же себе всю кузо порвёт, два раза устанавливать рекорд Так, не меня героя! Кофе принесите мне! Ты что-то сожрал? Жрать будешь тебе? По команде взять Сергей Владимирович, чего ждём? Солнышко-то уходит Солнышко не жмурик Не покойник Вернётся, никуда не денется Не, ну, пора начинать У меня всё готово Сейчас на подходе ещё одна группа телевизионщиков Позвольте, но мы оплачивали эксклюзивное пожирание И те оплатили Сергей Владимирович, эксклюзивное пожирание бывает только одно Это арифметика понятной ежу Здесь за забором правила арифметики устанавливаю я А ежи выкатываются за ворота Ясно? Ой, блин, хотел бы я знать во первых строках Что здесь делает этот дециметровый шоуменчик, а? Так, Останкинская полукопчённая Интересно, какой это канал приютил тебя на сей раз? Солнышко-он! Политпроститутка! Что? Я тебе дам политпроститутка! Вали отсюда! Сама вали, я первая! Эй, господа! Так, всё! Я первая! Так, твоё дело, ливер варить, понял, сынок? Это вы мне? Бам, будешь вякать, когда тебя спросят! Микрофон! Так, приготовились к съёмке! Всех посторонних с площадки убрали, убрали! А ты где герой? Ой, мордёшечка, какая злочка! Свет, убрали свет! В прошлый век всё должно быть естественно! Не трогайте мой итальянский свет! Всё должно быть естественно! Взять! Так, ну что, ну кто-нибудь может убрать эту серву с площадки? А-а-а! Вообще, всё! Всё, выноси кихи, я вперёд с лагами! На рейтинг 75! О, вред! Кому ты сказки рассказываешь? 0,75 вы чего рейти! Не трогай галстук! Повторить! Убери руки от моего галстука! Повтори, я не слышу! Всё, не видать тебе эфира, красная шапочка! Я шапочка! Алло! Да я тебя щас, я тебя щас! Да что ты, я тебя щас, я тебя щас, я тебя щас, я тебя щас! Да! Я тебя щас, твои волосы, блин, без наркоза! Так, стоп, моторы! Катин, кто сказал стоп, моторы? Так, ну и что? Я не понял, а кто здесь команда? Совсем обожаю! Тихо я сказал! А что же вы? Всех за забор! Как вы рыбает? Э-э-э-э! Час чего? Но съемки должны состояться при любой погоде! Сочетать условно! У нас договор, эфир, эксклюзив и оплаченная разница во взглядах! Что вы себе позволяете? Вы еще не знаете, с кем имеете дело! Весь тонус пошел на конус! Так, господа, сворачивай ярмарку! Дармо-кормушка закрыта! Все свободны! Я сказал, все свободны! Я не глухая! Так, а ты, понтяра! Запомни! Я бы на твоем месте от сумы, тюрьмы и по морде не зарекался бы! Все! Сопи в две дырки! Прыгай боком! Машек с пиром! Ты тоже отчаливай! Я не понял, я лицо сосисок или не лицо? Не лицо! А кто? Не при детях! Факс пришел же ты! Шараш, монтаж конторы Гиннесса! Оборзели фуфлагоны! Оборзели! На взятку нарывается! Меня прессуют! Ты слышишь? Мол, содержание натурального мяса в моем продукте на 70% превышает допустимые мировые нормы! Но мы ж не мышьяку туда напихали! Делаю из лучшего мяса! О, Господи! Они хотят, чтобы я сосиски из параши делал! Какое счастье! Доплевал я на них с Марса, зигзагами! Так, все, мужики, из легального бизнеса уходим! Видал беспредел, но такого! Так, все, сына в Париж, а сами волыну в клешню! Все слыхали? И гадом буду! Они узнают, что такое недожаренное мясо с кровью! Пошли все! Хасю! А скажу, это два самых популярных, два самых рейтинговых канала! Мы этого так не оставим! Понял? Мы этого так не оставим! Можно я позвоню? Вперед! Алло! Сосиски, говорите, да? Так, опа! Папа! А? Что? Одиннадцать тысяча! Здрасте, Эдуард Павлович! Здрасте! Ну, чё надо? А дайте мне, пожалуйста, шампанского, а? Ящик, самого настоящего! Настоящего, знаешь, какое дорогое! А давайте! Запой не должен быть дешевым! Уже нет! Нет! А я сказал, нет! Нет! Не хочу, ваш долбиный Париж! Не хочу! Не хочу! Все! Можешь расслабиться! Да, все, забудьте про меня! Все! Чего он? Ваш ребенок называет жемчужину Европы неприличными словами! Какими? Связанными с интимными отношениями! Сынок, надо ругаться по-русски! Да пошел ты, папа! Да, действительно, я пошел! Ждите! Где Александр Саныч? Не ори! Ты уволена! Я спрашиваю, где Пёрышкин? Он тоже уволен! Где он? Где-где? Придумай рифму сама! Ничего, Николя! Мы еще пообломаем рога! Научишься в своих сорбонах! Вернешься и покажешь, на что способен! Чего я не смог! Ничего еще! Сосиски дерзновенные! Все еще будут на мировом рынке! Все! На пасарам! Встречаемся в Париже! Пристегнись! Опа! Поехали! Все! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И отсюда. О! Буля! Сейчас сделаем. Давай! Давай! Ура! Ура! Все! В Индию! В Индию! Ура хватит! В Индию! Там никогда не бывает холодно. Там всегда тепло и жарко. Там не бывает меньше 25. Там ничего люди не знают о прогнозе погоды. Пока! Зато все понимают в тонких космических энергиях. А что касается коров, то у них там вообще полная лопа. Жуй, гуляй, гуляй и жуй. Сколько хочешь, где хочешь и с кем хочешь. Бёрышкин! Стой, бёрышкин! Остановись! Кем надо быть, чтобы сдергивать опять меня на дыбу жизни для мучения? Задолбал ей богу своими цитатами Шекспира. Ты, рекордшмен, а ведёшь себя, как последний слабак. Что, Шекспир им на шею решил топиться, да? Ну, ты зашибенска! Я лишь понюхал аромат победы и сразу отравился им. Ты победитель, Саша! Стой! Фигушки! Фигушки! Рекорд признали недействительным. Правильно, российское отделение. А головная штаб-квартира признала рекорд Пёрышкина. Действительным из-за повышенного содержания мяса. Вот я два часа назад по мобильнику получил, видишь? Вот так вот. Чё, правда, что? Правда. Какой кошмар, а! Почему? И что же мне теперь? В Индию, что ли, не плыть? Не плыть? А чё, снова жрать, 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 пока мой... Пока мой желудок не вытеснит моё сердце, да? Мамочки, я... Я не хочу, и потом человечество мне этого не простит. Я не хочу, я не хочу и не буду, я... Не будешь? Нет. Никогда. Никогда. Никогда, ни за что. Никогда, ни за что. Ни за что. Я же говорю, ты победитель, любимый. Кем? Мной. Комар. Поцелуй меня, пожалуйста. М? Вот. Это же комар. Угу. Ну. А-а-а! Не получил! А-а-а! Куда? Ты чё, куда? Ты чё там делаешь? Что я? Я... Я... Держусь, держусь, Афлюгер! Отцепи Шекспира, идиот! Нет, фигушки, это, между прочим, бабушкино наследство! Брось! Академическое издание! Брось тебе, говорят, Саша, ты груз чужих страстей отцепи! О чем от тебя пахнет? А-а-а! Я напился! А вот это хорошо! В общем... А ну-ка, иди сюда! В общем, да, неплохо! Я раньше не пробовал! Поцелуй меня! Сейчас же! Сейчас же! А-а-а! А-а-а! Ой! Тьфу! Всю рыбу распуняла! Зачем я тебя, Вика? Прости-ка меня, что посоляюсь! Ой! А зачем вообще люди, Саш? Чтоб кушать? Наверное, нет. А зачем тогда? Наверное, чтобы любить. А-а-а! Любовь не дуг, моя душа больна. Томительной, неутолимой жаждой Того же яда требует она, Который отравил ее однажды. Мой разум врач, любовь мою лечил. Она отвергла травы и коренья, И бедный лекарь вывелся из сил. И нас покинул, потеряв терпенье. Отныне мой, ни дух неизлечимый, Душа ни в чем покоя не находит. Покинутые разумом моим, И чувства, и слова на воле бродят. Любовь не дуг, душа моя больна. Томительной, неутолимой жаждой Того же яда требует она, Который отравил ее однажды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какая ты у меня красивая. Какой ты у меня умный.